Всем привет! Сегодня 10 февраля, я начинаю новый влог, у меня утро, и мне вчера муж принёс, он мне взял вот такой, купил сироп, речеза, мятный шоколад. Я обожаю сочетание вот именно такое, мятый шоколад и мятный шоколад, и в общем я довольна, мне очень нравится. Я вот сейчас попробовала, я всегда с утра, один раз в день, я себе позволяю вот такую вкусняшку, то есть немножечко сиропом, и соответственно потом уже пью цикорий с молочком. Здесь, кстати, вот обычно, у меня просто уже не первая, это речеза, вот без дозатора, а дозаторы что-то недешёвые, никак я не куплю, но здесь вот так вот потом всё вокруг сахарится, и это не отмывается, то есть сразу там, если протирать, ну как-то я не знаю, у меня не получается, не очень потом бутылочка выглядит, но вкусно, девочки, мой прекрасный завтрак. Я себе делала, вот жаль, у меня нет бальзамического уксуса, закончился, в общем, у меня здесь моцарелла с помидорами, кусочек хлебушка, зелень. Я посмотрела, конечно, моцарелла, блин, калорийная, 264 калории в 100 граммах, а здесь 250 калорий. Ну ладно. Всё, я убрала всё до ума, сейчас у меня там стирка уже вторая, я сделала себе салатик, ну почти греческий, у меня здесь болгарский перец, огурец, помидор, кинза, лучок и брынза, и кунжутные семечки. Кусочек рыбки, лимончик к ней, кусочек хлебушка, влагала, слышите, как у меня стиралка с ума сходит? Вот, водуку уже сделала себе педикюр, сделала себе маникюр, ну не коррекцию, а просто обрезала кутикулу, сейчас готовлю уже ужин, покрасила волосы, короче, сегодня день такой, мне работать надо ещё. Я решила потушить печень, у меня и муж любит, и я, ну если бы у меня сохранилось видео закупки, то вы бы видели, это кстати была прям большая закупка продуктов, ну да ладно. И варю себе пшеничную кашку, ну я не знаю, сегодня я её буду или завтра, но я решила сразу варить, в общем, вот такие вот дела. Собственно говоря, мой ужин, я решила, что всё-таки очень хочу пшеничную кашу, немножечко печени и огурец. И пила сейчас чай, и вспомнила, что мне мама передавала вот такую шоколадку, она мне там разные вкусняшки передавала им, я вспомнила, думаю, попробую вот этот шоколад на меду, какао тёртое, мёд, масло какао, экстракт апельсина, в общем, горький шоколад. Я чуть-чуть попробовала, это так вкусно, девочки, вообще, хотя я уже посмотрела на калорийность, довольно-таки калорийный, на 100 грамм 540 калорий, ну в принципе, как в обычной, да, шоколадке, но на вкус это нечто обалденное, вообще, прям очень-очень мне понравилось. Как же я всё-таки люблю вкусняшки. Доброе воскресное утро, сегодня 11 февраля, я уже делала себе патчи, сейчас сделала себе маску для лица, помыла ещё раз голову, потому что я вчера красила, я вчера прям так обильненько всё красила, и, конечно, хоть я и стирала, но всё равно краска видна, поэтому я решила ещё раз помыть голову, ещё раз нанести, вот сейчас смазкой на волосах сижу, потом всё это смою, сегодня собираемся в гости, плюс мне надо немного поработать, потому что вчера я полностью занималась собой. Я, если честно, встала практически в 12, сейчас вот без 20 час, без 15 час дня, и, потому что я опять всё думала-думала, ну короче, я вас этим грузить не буду, я думаю, что в итоге я просто ничего не буду делать, ничего не буду менять в комнате, потому что, как я не посмотрю, так не получается, отсяк не получается, ну как бы именно так, как мне бы это хотелось, поэтому не знаю, потому что вообще у меня, конечно, в планах было, если я всё перевезу, то потом сделать видео с разборами кардероба, потому что очень-очень от многого мне надо избавиться, что мне реально не нужно и так далее, но снять такое видео я не могу, когда у меня часть вещей там, часть сям, ну и как бы и сама это всё собрать тоже не могу, вот, поэтому ладно, буду ещё думать, хотя я, честно, устала уже думать, так что вот такие вот дела. Пью сейчас свою, как всегда, гигантскую утреннюю чашечку, хотела было сказать кофе, но нет, это цикорий с молоком, кстати, вот этот новый сироп мне очень нравится, который мята-шоколад, кто любит шоколадку, риттер, спорт, мята-шоколад, это вот вкус практически один в один, рекомендую, я обожаю такое сочетание. На завтрак я себе сделала яичницу, с которой что-то немножко пошло не так, два помидорчика, чуть перца, хлебушек, и сейчас я быстро поем и буду делать сырники, может быть, потом один сырник ещё скушу. Дома так классно сделали будку, здесь еда, вода для окошечек, прямо около подъездов. Кто бы мог подумать, февраль месяц плюс 20, я просто в костюме и снизу маечка, мне пришлось даже достать. Костюм мы сейчас едем в гости к сестре с её семьёй, моего мужа, соответственно, едем на шашлычки, ждём сейчас такси, просто вообще класс, погода невероятная. Так, девочки, я забрала вот такую вот коровку огромную с баночками, очень хотела, я надеюсь, что здесь, блин, весь тормашками открыла, я очень хочу организовать, ой, всё на своей кухне, короче, 32 баночки по одному литру, вот такие вот, сейчас я их вытащу, внутри по, вот такие маленькие, по 250, кажется, и здесь также, то есть здесь много-много баночек, я хочу посмотреть, которые, блин, ой, нет, нормально разогнулась, здесь, кстати, такой довольно-таки легко гнётся вот этот вот пластик, здесь должны быть ещё наклеечки, да, вот они, классные наклейки, посмотрите, как их много, то есть под всё, я думаю вообще, что, скорее всего, я буду клеить сверху на баночку, потому что они у меня вот так вот будут все воткнуты, скажем так, стоять, я хочу посмотреть на 500 миллилитров, ну, вот такие баночки, в принципе, неплохо, я их взяла на озоне за полторы тысячи, 32 штуки, ещё и с вот этими вот надписями, я думаю, что мы с вами всё организуем, я вам потом покажу, скорее всего, этим будем заниматься мы с вами завтра, потому что мне все эти баночки надо помыть, мне надо их просушить и так далее, ну, кстати, дошло вроде бы всё в целости и сохранности, ну, буду, буду разбирать, смотреть, где-то по две баночки, ну, крышечка почему-то только одна в баночке, например, мне кажется, где-то крышечки потерялись ещё с некоторых баночек, короче, буду всё проверять. Покажу, что я хочу организовать, вот здесь у меня хранятся в нижнем ящике крупы, это всё очень сейчас неудобно для меня, то есть, вот здесь вот всё у меня тут, манка пшеничная, гречневая, рис, макарон, ну, короче, всё вот так вот, это очень-очень неудобно, я хочу туда большие баночки сейчас померю поставить. Вот здесь у меня таким образом хранятся приправы, и здесь кое-что из того инвентаря кухонного, которые чаще всего мне необходимы, вот это я всё хочу по маленьким баночкам, вот эти приправы потом докупать, и в среднем у меня ещё есть тоже, вот сейчас я вам покажу, вот здесь вот, ну, это вот комод, который, вернее, я не знаю, шкафчик, который у меня стоит, вот здесь у меня тоже, здесь у меня салфетки, здесь у меня соль, мука, в общем, чай какой-то рассыпной и так далее, это то, что у меня хранится здесь, потом здесь у меня тоже, там, горчичный порошок, какой-то кекс, ваниль, ну, ладно, я всё, конечно, прям пересыпать не буду, но, тем не менее, максимально всё хочу по баночкам рассортировать, ну, здесь у меня такой бытовой шкафчик, здесь у меня губки, полотенчики, какие-то пергамент у меня, в общем, всё на свете, ещё один есть шкаф, где тоже, вот сюда я, скорее всего, весь в итоге как-то рассортирую, красивенько разложу, весь тоже у меня такой необходимый инвентарь какой-то находится, в общем, посмотрим, как это всё сделано, плюс вот здесь у меня цикорий, чай, здесь сахар, соль, ну, вот, я не знаю, я думала, вот, может быть, специи мне сюда организовать, вот это от 100 брать, здесь хлебцы, там, попкорн, семечки, ну, вверх, наверное, здесь чайнички, я не буду ничего делать, в общем, посмотрим, посмотрим, сейчас я буду намывать все эти баночки, потом вам покажу, так, это стакан у меня здесь стоит, в общем, посмотрим, как это всё организуем. Вот, девочки, один ящик я организовала, здесь у меня, единственное, я не нашла, чтобы было написано пшеничная каша, ну, я, в общем, пшеном для себя пометила, вот так вот всё выглядит, очень классно, очень мне нравится, рис, булгур, фунчоза, хлопья, ракушки, бурый рис, манка, спагетти, попкорн, чечевица, гречка, ну, в общем, всё основное у меня вот здесь, и всё, конечно, я тут просыпала, ну, вот, кукурузную муку уже пересыпала, рисовую муку, вермишель, это я, скорее всего, сейчас буду организовывать вот сюда, в общем, сейчас посмотрю. Так, ситуейшн, мне не хватило банок, мне очень честно нравится, но мне придётся, я чувствую, делать ещё один заказ, потому что мне, по сути, нужны вот такие маленькие подприправы, я оставила в итоге вот этот органайзер, и здесь ещё много чего осталось, ну, вот основные, что-то просыпалось, основные приправы, которые у меня в обиходе, соответственно, их я по баночкам вот так сделала, я потом всё докуплю, чтобы баночки были практически полные, потому что здесь не так много всего, и у меня ещё вот баночки, которые мне сейчас, ну, я думала, что я ещё один выдвижной шкафчик заполню, но, увы и ах, я думаю, что под соль нужно будет брать литровую банку, ну, вот единственное, вот такая рисовая, кукурузная мука, кунжут по 50, по 500 миллилитров, мне, в принципе, хватит, у меня коробка мусора, и в итоге я просто думала, что я вот в этом ящике всё нормально организую, но нет, мне реально нужны ещё банки, и тогда вот этот ящик я превращу уже, в общем, по-человечески здесь, потому что и мука, и лапши много осталось, и здесь какао, ну, короче, всего ещё хватает, у меня, по сути, осталась только одна баночка, и в наборе пришла одна банка без крышки, но она лишняя, я посчитала, было и так 32, и вот одна без крышечки, но она была лишняя, вот, так что вот это я сейчас куда-нибудь разложу, но мне ещё и под макароны другие не хватает, ну, потому что здесь всё-таки у меня не всё, что мне нужно, в принципе, конечно, да, в банках с одной стороны не так удобно, они занимают больше места, чем это всё было бы у меня разложено, но я вам скажу честно, как у меня было до этого, лично мне было неудобно, ты открываешь, начинаешь что-то выискивать, смотреть, где у тебя что, пакет в пакете и так далее, а так, конечно, и те же приправы, сейчас я ещё протру, что у меня здесь посыпалось, те же приправы, ну, как-то раз у тебя всё перед глазами, вот я думаю, если сюда докупить маленьких, здесь ещё два ряда точно залезет, как раз все основные приправки у меня поместятся и будет, ну, для меня удобно, так что вот так вот на данный момент я организовала. Вспомнила, что у меня спрашивали в комментариях, каким парфюмом я пользуюсь, я себе на эту зиму покупала вот такой вот парфюм от Сальвадора Феррагама, у меня когда-то вот эта сигнарина Мистериоза была в 2016 году, если я не ошибаюсь, я взяла себе 100 мл, скажем так, по тем ощущениям, которые остались с 2016 года, я помню, как мне нравился этот парфюм, у меня тогда было 50 или 30 мл, и вот так вот я не затестив его снова, спустя такой большой промежуток времени, я заказала вот этот себе парфюм, и да, он мне в принципе нравится, но если честно, уже не так, как раньше. Это вот парфюм, которым я пользуюсь этой зимой, а на весну у меня мой любимчик уже на протяжении, наверное, лет 15, если не больше, это Ланком Экла, вот такой вот у меня здесь было сколько, я не помню, 50 мл, в общем, осталось немножко, и скорее всего его я потом и буду повторять. Также у меня здесь были такие реплики, скажем так, это мне когда-то высылали на обзор, ну, в общем. Так что у меня парфюмов совсем немного, буквально два таких вот, ну, именно оригинала. Понедельник, день тяжелый. В суде один из свидетелей явился. Аж так, кто этапирует моего подзащитного, уже полчаса задержки. Будем допрашивать свидетелям. Посмотрим, удовлетворят ли наше ходатайство. Работаем. Прошел уже час. Я уже с лая не могу. Просто. Честно говоря, у меня такое паршивое настроение, я вам даже передать не могу. У меня вчера такое вот было воскресенье, все как бы чудесно, хорошо, он уже выходной, мы в гости собирались. И у меня в моменте прям вообще отвратительное было настроение, но потом все нормализовалось, все ок. И сегодня, ну, да, конечно, я знала, но я все равно расстраиваюсь, я была уверена, что все мои ходатайства не удовлетворят. Но я очень, очень на это все равно где-то в глубине души, знаете, теплилась надежда, что что-то это даст. Но, к сожалению, нет, не удовлетворили все мои ходатайства, то есть ты проделываешь работу огроменную. У меня там адвокатские запросы были, куча распечаток, всего, ну, короче. Я сейчас смотрю, знаете, на что вообще, на, блин, на свой педикюр, который один раз просто прошлась и уже где-то что-то, ну, не облазит, а как-то, ну, короче, как-то не так. Я не могу, я зла, вот, знаете, состояние, когда хочется так прокричаться, вот такое вот состояние. В общем, в итоге назначили судебное заседание, у нас был допрос свидетеля одного, от допроса другого свидетеля, а это свидетель был со стороны обвинения, они отказались, вот допросили только одного, я заявляла еще одного допросить, но тоже отказали и в этом ходатайстве, и там об истребовании документов у меня было ходатайство, это у меня все дело по наркотикам, ну, короче, во всем отказали. Осталось пока на данный момент одно у меня незаявленное ходатайство, жду, когда будем исследовать дальше материалы дела по 228, ну, господи, я уже как в суде начинаю говорить, короче, по вот, как раз-таки по наркотикам, и после этого заявлю еще одно ходатайство. Ну и все, и будут уже прения и так далее. А еще у моего вот этого подзащитного, у него параллельно, это дело по назначению, у него параллельно, еще, по-моему, сейчас уже пять приговоров обвинительных вынесено вот в отношении его, еще, кажется, три или четыре дела сейчас идет, ну, короче, да, я здесь борюсь, хотя, честно, не за что бороться, но борюсь. Ну, и самой интересной, как бы его позиция, потом придется обжаловать в апелляции, наверное, этот приговор. Ну, как-то так. Кстати, сейчас сижу за компьютером, работаю, и поняла, что я вам ничего про питание не рассказала. У меня вес теперь держится на 68,8. Вчера я была в гостях, я вам говорила, я вам показала мельком, ну, мне было неудобно, да, люди вокруг. Я поела шашлычок, это была свинина, сто лет, кстати, я не ела свинину, я их, в принципе, как-то не очень люблю, и кусочек рыбки я поела. И сегодня я решила сделать, ну, такой разгрузочный денек, я выпила сегодня за день кефир, и сейчас ела банан, и планирую все, как бы, от силы еще кефир. Блин, у меня губы потрескались, болят, тут у меня, как говорят, вернее, дети, вавка. Ну, в общем, вот, так что сейчас я сижу, нудно работаю. У меня здесь миллиард томов, ну, в прямом смысле их реально очень-очень много, поэтому, наверное, сегодня я вам ничего интересного не покажу и не расскажу. Ну, единственное, я вчера, кстати, до ночи что-то не могла тоже заснуть и лазила, смотрела все в баночки. Мне очень понравилась такая организация, и я теперь хочу взять еще большие литровые банки. Вот, я думаю, по 500 миллилитров мне не нужны, а вот литровые банки и для специй. Ну, я для специй вообще увидела сразу с, ну, как бы, такие двойные, с одной стороны, чтобы больше просыпалось, с другой стороны, прям в дырочку, чтобы можно было, как вот, да, специи использовать. Они по 150 миллилитров, они по 200, но там другие наклейки идут в наборе. И я вот теперь думаю, заказать те или заказать такие уже, чтобы все было одинаково. Ну, в общем, пока не придумала, так что как-то так. Слушайте, у нас на самом деле весна. С середины февраля у нас люди ходят в майках. Я пожалела, что я вышла в куртке, еще и водолазочки ходят легкой, потому что жарко невероятно. А я ходила сейчас в свою коллегию, зашла к подружке чаек попить, и вот думаю, уже домой работать сейчас. Ой, настроение у меня шикарное. Я надеюсь, что как только все получится, что я делаю, я смогу с вами поделиться, рассказать, какое важное для себя я приняла решение. В общем, это шикарное хочется съесть на лавку и тут кофе. Я дошла домой, 4 часа вечера. Я, кстати, не завтракала. И вчера я сидела на кефирчике йогурт, по-моему, какой-то я съела. Вес у меня 68,5. Чуть-чуть еще снизился. И сейчас у меня будет обед. Кашка пшеничная. Также у меня здесь печень. Кстати, вот это фиолетовое, это просто лук красный я добавляла. У меня тогда не было обычного лука. Помидор. Чуть лучка хочу скушать. Аж прям слюнки текут, проголодала. Папочки, я сейчас буду делать ужин своему мужу. И он попросил меня сделать в кляре ему курочку. Короче, здесь у меня яйца, красный перчик, черный перчик, соль. Ну, он, в принципе, такое любит. Мука. Потом филе я уже разрезала. Нагревается у меня в сковороде масло. И будем творить. Подготовила уже также себе тарелочку с салфетками, чтобы потом излишки масла остались на салфеточках. Так что готовлю ужин. Я, кстати, работала, сейчас продолжу работать. А еще я помыла волосы. Я все попытаюсь краску отмыть. В общем, все. И сразу пытаюсь сделать. Ну, почти уже готово. Последняя партия. Еще три штучки дожаривается. И все. Хотела сделать мужу... Ну, у нас рис есть отварной. Потом пшеничная каша, но он такое не ест. Я хотела ему сделать пюре. У меня молоко закончилось. Я думаю, блин, молока нет. Ну, ладно. А вообще, представляете, я тут сегодня поняла и выкладывала тоже в сеть с картинками, то, что уже год прошел, как я получила удостоверение. Год. То есть не с того момента, как я стала адвокатом. Это еще раньше произошло. А вот как я получила удостоверение. С 1 марта я официально, помню, устроилась в коллегию. Ой, как же летит время. Но вот сейчас я прям... Я, конечно, прям кайфую от своей работы. Мне очень нравится. Нужно что-то делать со Светом и решать вообще, как я буду снимать видео, потому что Свет, конечно, плохой. Все снимаю на телефон. Надо еще умыться. Волосы собрала, потому что готовила. Но они у меня по факту мокрые. Пробора ровного нет. В общем, чуть-чуть отдохнула, пока готовила. И пойду я работать. Сейчас пол восьмого. Я, кстати, скушала один йогуртик. Меня сегодня подруга угостила. Я отнекилась, отнекилась. Она мне дала искус вил. Я забыла снять. Но ужинать я не планирую. Я отсилую, наверное, съем бананчик. Ну, мне просто, честно, не хочется. А если не хочется, то зачем? Девочки, сегодня 14 февраля. Я всех поздравляю. С днем всех влюбленных. У кого есть вторые половинки, у кого нет, то желаю их как можно скорее найти. Мой завтрак, ну, вернее, уже обед. Я себе сделала два бутерброда с пастой авокадо. Я в итоге в блендере все-таки ее решила в этот раз. Вернее, авокадо решила размельчить. И сделала себе пасту. Чуть перца, чуть соли, чуть лимончика. Рыбка красная, огурчик, зелень. Ой, какая прелесть. Сейчас еще заварю себе чай. Девочки, быстренько сейчас. У меня тут маленькая была доставочка. Расстроилась. Впервые мне положили филе. Я писала дату, не позже какой. Они мне положили от аж 7 числа. Сегодня, блин, 14 число. И до 17 хранится. Вот это меня чуть расстроило. Ну, а так здесь по мелочи. Я решила взять себе рикотту. Я пострела. И, честно, я как-то раньше никогда не любила. Думаю, ну, попробую. Попробую. Потому что в ней мало калорий. Может быть, зайдет. Потом буквально чуть-чуть тут помидорчиков, огурчиков. Ну, вот у меня муж очень любит. Лимончик. Картошки немного. Потом здесь сыр. Творог. Это тоже мужу на утренний бутерброд. И вот себе для кофе взяла пармалат без лактозы. И низкокалорийный. Ну, а для жизни, скажем так, пюрешку сделать тому же и так далее. Ну, я, в принципе, тоже пью и такое-такое молоко. Что, блин, ну, по срокам прям в этот раз что-то меня подрастроил. Сбермаркет. Как они мне все в магните собрали. А, ну, еще здесь две колы. Ну, это тоже мужа. В общем, маленький такой заказик. У меня тоже был промокод на 450 рублей от полутора тысяч. И вот это все мне в итоге вышло в тысячу сто, если не ошибаюсь. Девочки, у меня сейчас обед, он же ужин. Почти шесть вечера. Ужинать уже дополнительно я не буду. Мне мама вчера передала хороват. Раз, обожаю это, но не ела. С удовольствием сейчас покушаю. Также взяла у меня, было, если я варила немножечко грудки отварной. Грудки отварной варила. Ну, в общем, вы меня поняли. Ой, просто, господи, мне так хочется с вами всем поделиться. У меня есть честная сегодня и плакала, и кричала, и 14 февраля, понимаете? Но это все связано с работой. Вернее, не с работой, а с организационными вопросами некоторыми. Я потом обязательно, уже много раз так говорила, но потом все расскажу. Пусть это все разрешится. В общем, поэтому я заговариваюсь. Буду. Вот именно когда мне ехать в Черкесск, погода там кошмар. А еще мне нужно сначала зайти в другое место. Там моросит, холодно. Я помыла голову. Блин, если бы знала, что такая будет погода, по прогнозу, если честно, не было такой погоды. Я бы, конечно, вчера помыла голову. А еще звонит курьер. Я смотрю, сегодня в Озон. Ваше зеркало, получается, короче, доставлено. Передано курьеру, а в воскресенье... Он как раз волосы сушила, и он говорит, доставочка, я говорю, Озон, я говорю. Она же на воскресенье. Он такой, ну, вот у меня сейчас ваш заказ. Я говорю, ну, я дома, но если прям вот сейчас. Он такой, я прям стою около вашего дома. Я говорю, ну, ладно, в итоге, в общем, встретила. Вечером буду проверять зеркало. Надеюсь, что все целое. Девочки, возвращаясь к теме зеркала. Зеркало пришло. Зеркало мы собрали. Пока я поставила его вот здесь вот так. Но, скажу честно, как бы не уверена, что оно здесь именно так останется. Потому что, я думаю, вот эту тумбочку я, скорее всего, верну обратно вот сюда. Вот где на полу вазочке стоят вообще цветы. Думаю, что будет так. И зеркало вообще собиралась поставить прям к кровати, чтобы закрыть батарею часть. Ну, как бы мне казалось, что так будет лучше. Но просто мне не на что было поставить. Потому что, я напомню, у меня стоял вот этот столик около кровати. Вот. И мне некуда перед сном поставить там те же свои какие-то кремы и так далее. Я, честно, только встала. Я даже кровать еще не заправляла. Видите, какой у меня голос. Я еще зеркало не намывала. Оно грязноватое. Но, в целом, я скажу так. То, что мне нравится. Да, мы вот единственная здесь розетка. То есть, мы его подсобрали. То, ну, там на ножичке стоит. Ну, как бы все ок. Единственное, прям я его мыла. Но все равно есть какие-то пятнышки, которые, ну, вот, нужно бы еще отмыть. И они не домыты. Думала поставить, может быть, его между... Ну, думаю, будет некрасиво между комодом и между шкафом вот этим вот радиусным. Ну, пока так, конечно, буду думать, что и каким образом я потом сделаю. Кстати, мы его не поставили именно на ножки, потому что там не сделаны. Там просто дырочки отмечены, но не просверлены. Ножки сами есть. Но, в целом, действительно, я довольна. И, ну, единственное тоже еще что, на комоде у меня вот иконку мою. Я хочу куда-нибудь, как придет стеллаж, я потом буду думать. Либо иконку переставлю, либо вот у меня на вот этой вот тумбочке, вот то, что около кровати сейчас, у меня там бижутерия, часы было. Ну, пока вот находились. Пока просто переставила. Ну, посмотрим. В целом, зеркалом именно я очень довольна. Теперь буду вот так вот кайфовать, снимать в зеркале. Надеюсь, сделала себе масочку сейчас. Все из набора своих вот этих НСН или как они там называются. Ну, вот, кстати, вот эта питательная маска из набора, она получше. Сейчас я вам ее покажу. Сейчас я буду пить цикорий. Потом мне нужно сегодня прибрать дома. Мне нужно кое-что поделать по работе. Но, к счастью, никуда идти мне не нужно. Потом бы мне еще погладить пижаму, которая на мне, потому что я ее вытащила утром из-за шкафа. Вот, и она у меня мятая. Но это, наверное, когда я буду все вещи гладить. Я заодно проглажу и ее. Господи, мне так непривычно снимать зеркало. Я настолько рада. Если честно, я вам даже передать не могу. Что-то еще хотела рассказать. И даже уже от счастья забыла, что. Вот, вот эти маски. А то один раз в жизни я не покажу маску. И кто-нибудь потом спросит у меня, а что за маску делала? Я уже не помню, конечно же. Поэтому буду стараться показывать. Кстати, я вчера сделала вечером. Просто у меня был творог, и он уже был до сегодняшнего дня. И я думаю, ну что, добру пропадать. Я сделала себе на кукурузной муке. Я вчера попробовала, откусила. Конечно, такой интересный приход. Что-то, блин, не могу достать, сейчас покажу. С холодильника достала. Я себе сделала из кукурузной муки сырники. Я не знаю, почему получились такие препорожные. А, нет, знаю. Это я сверху обваляла две штучки в конце, чтобы не липло ничего в рисовую муку. В общем, вот так. А что вчера еще случилось? Постоянно выключают воду. Раз, ну, два раза в месяц. Это вот прям стабильно, что-нибудь там случается. Короче, я включаю вчера на кухне, открываю воду, помыть посуду после того, как я поела. И такой, бух, смотрю, что-то выплескивает. Ну, что-то как будто выплюнул кран. В общем, это вот это вот. Я забыла, как правильно называется. Но я называю это сеточка на кран. Но факт в том, что теперь оттуда все вот так вот струей просто льется. Я уже нашла в итоге. И заказала отдельно вот такую штучку на озоне. Надеюсь, что как бы все нормально придет. Сможем поменять. Потому что там еще как такая прокладочка силиконовая. Ну, муж сказал, вроде ее можно будет вытащить. Просто все там сломалось. Вообще дурдом. Я думаю, вот так вот. Просто из-за того, что воды не было. Потом резкий вот такой напор. Плюс, да, я вечером вручила этот воздух там по трубам. Или как это все происходит. Я уж не знаю. Но, короче, налила себе я минус кран, я уже думала. Налила себе цикорию. Слушайте, сделала себе, как всегда, огромную водю. Сейчас, наверное, скушаю, я так думаю. Один, а может быть, два сырника. Я, кстати, думала, стоит ли снимать питание. Потому что я сейчас питаюсь один-два раза в день. Иногда, да, три раза в день. Ну, когда как. Вот честно. Вот просто честно. Я обожаю вот так вот открыть холодильник. Поглазеть, что у меня в холодильнике. На самом деле, в холодильнике надо навести порядок. Вот у меня яйца. Здесь не все лежат. Вон сверху яйца, кола. Здесь у меня, кстати, хороваться. Я думаю, что, ну, я вряд ли его доем слишком много для меня. Здесь у меня чуть одной кашки, чуть другой кашки. Там филе, там вон кашка, там еще что-то. Ну, короче, везде вот так вот. Все здесь зелень, там брынза. Вот чуть осталось печени. Там у меня два вида сыра лежит. Ну, как-то все это вчера я делала, когда эти, господи, блинчики, хотела сказать сырники. У меня осталось кокосовое масло. Да, я их на кокосовом масле жарила. Думаю, утром яичницу съесть сделаю. Ну, в общем. Надо вот здесь вот все как-то поаккуратнее, покрасивше мне сделать. Это у меня отделение, где тут лук, морковка, чеснок. Вот. И разложить. Потому что там мед один, второй. Там у меня какие-то консервы на заднем фоне. Просто вот эту я часто задвигаю. И получается, когда я ее выдвигаю, ну, как-то не в том у меня все в порядке. Ну, короче, нужно навести здесь порядочек. Кстати, еще у меня, я вам не показывала вот такая шоколадка. Тоже очень-очень вкусная. Ну, такая прям сладенькая. Хотя это темный шоколад. Ну, конечно, в любом случае, да. О, рыбка же у меня есть. Короче, я не знаю, что я буду завтракать. Отделение с масками наверняка у всех так есть. У меня здесь только сливки, а все остальное из бьюти на самом-самом верху. Все, знаете, я так подумала, что опять у меня в лук, наверное, 30-40 минут. Я этот вложик закончу и начну лучше снимать новенький. Этот вам смонтирую и выложу. Тем более, сегодня пятница. И, может быть, прямо сегодня, что у нас 16 февраля, оно и выйдет. Так что, кто знает. Или пятнадцатое сегодня, не шестнадцатое. Все. Всем пока.